Так, доброе утро, дорогие друзья, всем привет, hello, бутертов, сейчас мы будем изучать, продолжать изучать перте, а вот, продолжаем изучать перте, а вот, и, значит, жду сейчас, как все подтянутся, подтянутся все сейчас на урок, Надежда Утюшкова, шалом, все подтягиваются, основные участники урока, Яков Шатадин, отлично, все. Влад Косов, все прекрасно, все, постоянно участники уроков, Анна Рингус, шалом, Вадим Исаев, шалом, всем, шалом, шалом это пожелание шламута, шламут это совершенство, мы все стремимся к совершенству, так как совершенно в этом мире только Бог, то есть Он является совершенством, то приближение к Богу человека делает более совершенным, то есть чем ближе ты к Богу, тем ты более совершенный. Понятно, да? А как можно приблизиться к Богу? Есть три пути. Тора — это изучение божественной мудрости, второе, а вода — служение Богу, это служение сердцем, служение сердцем, когда ты молишься, благодаришь Бога, и третье — это добрые дела, Гмилут Хасадим, то есть добрые дела, когда ты воспринимаешь других людей как божественные создания, видишь них проявления божественного, и через Гмилут Хасадим воздаяние добром, то есть ты им делая добро, ты как бы становишься в резонанс с Богом, потому что Бог начинает действовать через тебя, и через тебя ты им делаешь добро, все, вот это вот то, чем мы и занимаемся, правильно? Хорошо. Теперь, значит, всем доброго, Аксана Павлика, Олег Масюк, всем привет еще раз, и, значит, мы продолжаем изучать Киртия Вод, учения отцов, и сейчас мы изучаем такие вот магистральные пути в жизни пяти разных учеников Рабан Йоханана Бензакая, и он этим пяти ученикам, они от него учили Тору, от одного учителя, который учил Тору от разных учителей, Рабан Йоханан Бензакая, и все это идет от Бога, и вот пять разных путей служения Богу, значит, мы изучили уже первый путь, это Раби Элезер Бенурканас, это колодец, который не пропускает ни капли, то есть он все, что учит, он все запоминает, значит, второй, это Раби Йошоа Бенхананя, мы вчера учили, счастливо родившая ее, значит, счастливо родившая ее, Дамир, партнер, да, шалом, очень прекрасное решение, можно прям выбрать какой-то урок, который тебе понравится, или статья, и сказать, я хочу, чтобы вот это вот знание, которое мне понравилось и помогло узнать больше о Боди, это вот Дамир, партнер, задает вопрос о том, как сделать взнос на развитие канала, я вам очень советую выбрать именно те материалы, которые вы хотели бы продвигать, и сказать, я хочу, чтобы больше людей получили вот этот вот свет знания, который я считаю важным, и прямо развитие канала можно делать такое целевое, можно делать там для чего-то, то есть вы делаете что-то, что Бог хочет, чтобы мы делали, а Бог потом отвечает на ваши молитвы, и так оно работает. Хорошо, значит, давайте еще раз, сегодня у нас третий мудрец, третий мудрец, мы звали его Раби Йоси, Раби Йоси Акоин, он был Коин из рода священников, и про него сказал, когда Рабан Йоханн Бен Закай давал им характеристики, он сказал, что вот он хасид, хасид это тот, кто делает больше, чем буква закона, то есть вот кто такой хасид, есть буква закона, а есть тот, кто делает больше, и вот Раби Йоси Акоин, он нам сказал три вещи, значит, он три вещи, как бы такие, это основа его именно учения, его Торы, то, что он для себя считал важным и хотел передать нам, он сказал так, «Ей мамон хаверха, хавив элеха кишелха, значит, пусть будет имущество твоего товарища так же тебе приятно, как и твое». Вот Давид Ройтман как раз на имуществе присоединился, значит, Раби Йоси Акоин, он сказал, что по-моему, «Пусть будет имущество твоего ближнего так же для тебя дорого, как твое». Значит, отношение к имуществу в иудаизме есть двух разных типов, да? Есть один тип отношения к имуществу, это тип, который, например, был у царя Соломона, да? Он построил самый красивый храм, который был в мире почти три тысячи лет назад, он построил огромный-огромный храм, который весь был выложен с золотом, там его строили много лет, ну то есть самая красота невероятная, да? Он построил свой дворец после храма, вначале он построил храм, а потом он построил дворец. Это было невероятно что-то там вообще, чудо света, все туда приезжали. То есть есть отношение к вещам и к материальному миру, как к божественному, да? То есть есть такая даже фраза, когда народ Израиля проходил сквозь море, и они показывали пальцем и говорили «Зэк Эли, вот Бог мой», да? То есть для них было раскрытие божественного на самом высоком уровне. И они прямо говорили «Зэк Эли, это Бог мой», «Ван Вэу». «Ан Вэу» — это слово, которое очень странное, да? То есть его можно по-разному расшифровать. Одно из значений «Ан Вэу» — сделай его красивым, сделай свое служение красивым. То есть как Бог создал этот мир красивым, все эти цветочки, там, да, миллионы видов разных птичек цветных и так далее, то есть служение Богу можно сделать очень красивым. И вот Давид Ротман, он как бы на этом построил целое, целое свое видение мира, он сделал лакшери Юдаика, да? То есть он сделал самое вот то, что связано со служением Бога, он делает очень красивым таким, да? Это как раз полагается на то, что сказали сыны Израиля, «Это Бог мой, и сделай служение красивым». «Зэк Эли, ван Вэу» — и сделай его красивым. Теперь, значит, есть второй подход, магистрально противоположный, это самым ярким его представителем, это был Саба Миновардак, такое было направление. Они вообще считали, что все материально — иллюзия, вообще иллюзия, на которую можно не обращать внимания. Есть даже мешна такая тоже в Пертьевод, что воду... «Пад бы малах тухаль» — хлеб с солью ешь, «Майм бы миссура тиште» — воду чуть-чуть пей, «Аль аарец тиша» — на земле спи, «Вэхаей цаар тихье» — и жизнью страдания живи, «Вэ турай тельмат» — и тору изучая. Теперь, если ты иматаосекаха, если ты так делаешь, ашреха витовдыха — счастлив ты и хорошо тебе, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Значит, это такой подход аскетизма, что вот если я аскет, мне ничего вообще в этом мире не нужно, то я как бы установил, что мне достаточно хлеб, вода, на земле спать, жизнью страдания живи, я такой обливаюсь, бегаю, ну то есть такой вот именно любитель, любитель сложности, да, я их люблю, то все, что сверху этого, это уже такой кайф, это вообще и счастлив ты в этом мире, потому что обычно в этом мире человек, которому достаточно минимума, он все равно получает чуть больше, чем минимум. А тот, кому нужно максимум, он обычно получает меньше, чем максимум. Так получается, что тот, кто от мира хочет максимум, и он вот любит красоту, и любит, чтобы все лежало на местах, и любит теплую воду, вкусную еду, там все, вот он весь такой любитель красоты, такой, знаете, изнеженный, он все время живет в страданиях. А тот, который любитель страданий, потому что он говорит, а что, я заслужил что-то больше, и так Бог мне дал жизнь, Бог мне дал все, я проснулся, я живой и так далее, тот, кто любит страдания, то если обычно жизнь отдает больше, чем страдания, вот этот уровень, когда только хлеб и вода, когда спад только на земле, ну обычно большинство людей живет больше. И в этом случае ты все время счастлив в этом мире, и ты свободен от этого мира, и у тебя есть счастье в мире грядущем, потому что ты нигде не согрешишь, ты не обманешь, ты не украдешь, потому что тебе все это не нужно. Это два разных подхода в Торе к красоте, к богатству, к имуществу и так далее. Теперь, значит, получается, получается, что Раби Йоси, он говорил так, он не говорил, как он сам относится к имуществу, он говорил, пусть будет имущество ближнего твоего, для тебя так же важно, как твое. Обычно конфликты между людьми, они где-то процентов на 90, ну, не знаю, на сколько процентов, на много процентов, это следствие имущественных споров. То есть имущественные споры мне не додали, я не додал, там кому-то больше дали, кому-то меньше дали и так далее. То есть люди между собой из-за имущества очень сильно ругаются, иногда воюют, иногда убивают друг друга, садятся в тюрьму, там, ну, ве к имуществу. Видно? А то у меня показывает, что что-то плохое качество. Видно? Напишите мне кто-нибудь, как видно меня. Как меня видно? Давайте посмотрим. Значит, если меня видно, я продолжаю. Давайте, напишите кто-нибудь, видно меня или не видно. Видно? Видно? Так. Никто не пишет. Видно и слышно. О, отлично. Все, если видно и слышно, то я продолжаю тогда. Отлично. Значит, все. Сейчас видно, видно. Все, поехали дальше. Теперь, значит, как это дальше происходило? Дальше это происходило следующим образом. Он говорит, пусть будет имущество ближнего твоего, так же для тебя важно, как твое. И тогда ты не будешь делать акцент, что мое важно, его не важно, будет меньше конфликтов. Второе то, что он сказал, в Иткин, Ацмыха, Лельмут Тура, Лельмут Тура, «Подготовь себя к изучению Торы Шеэна, Яруша, Лыха». То есть, интересно, что написано, что есть в еврейском народе есть три короны. Первая корона, это корона царская. Ее может получить только царь из рода царя Давида. Вторая корона, это коинская. Коинская корона, это, ее может получить только тот, кто из рода Аарона, Акоина, только те, которые были куаним, когда получали Тору. Дальше, третья корона, это корона мудреца Торы. То есть, эта корона доступна всем. Учи Тору, у каждого из нас есть возможность в Торе, то есть, что такое Тора? Тора, это учение от Бога, как работает мир. Бог создал мир, и Он нам сообщил, как мир работает. В этом учении мы узнаем о Боге. Человек, который не знает о Боге, у него нет контакта с Богом. Вначале надо узнать о Боге. Мы узнаем о заповедях. Человек, который не знает про заповеди, он не может с Богом взаимодействовать. Мы узнаем о том, как вообще все работает и так далее. То есть, это Тора. Но нужно себя подготовить к изучению Торы. И здесь есть два тоже объяснения, что значит себя подготовить к изучению Торы. Это значит, что есть объяснение подготовь себя по качествам. Почему вначале мы изучаем Пертья Вод по учению отцов? И здесь все идет не про законы, здесь все идет про качества, каким человеком ты должен быть, как нужно правильно действовать и так далее. Это значит подготовь себя, потому что только Тора может удержаться, когда у человека доброе сердце, когда у него хорошее намерение, когда он любит людей, когда Тора в нем может удержаться. И получается, что подготовь себя к изучению Торы, это первое, это подготовь себя к своей качеству, характеру и направлению своего сердца. второе, это подготовь себя к Торе в физическом плане тоже. Я читал комментарии Раби Равадия Иосеф, Захронов Садикли Враха, который говорил, что тот, кто учит Тору, он обязательно должен быть в хорошей физической форме, потому что если ты такой весь больной, ты не следишь за своим телом, это неправильно. Тора сказала, следите за своим телом, охраняйте свое тело, занимайтесь спортом, то есть это важно. И почему Тора не Яруша тебя? Написано, что Тора Тсива Лану Моше, Тору нам передал Моше Мораша, она наследство Кейлат Яаков, наследство она общины Яакова. Почему же здесь сказано, что Тора не наследство для тебя? У каждого есть часть в Торе, то есть часть в Торе у тебя есть, как мы учили, вот первая Мишна, которую мы учим перед вертием, вот, Колесраэль, каждый, кто относится к народу Израиля, каждый Израиль, есть у него доля в грядущем мире, Шенеймар, как сказано, Амех кулянца детим, твой народ все праведники, то есть изначально все люди праведники, все люди, смотрите еще раз, чтобы было отделение, был Яаков, Яаков, был Аврамец, как Яаков, Яаков, он максимально приблизился к Богу и получил от Бога имя Исраэль, Исраэль это тот, кто прямо к Богу, тот, кто служит Богу, тот, кто в этом мире, он соединился с Богом. Дальше от Исраиля пошел Ам-Исраэль, народ Израиля, который в плавильном котле был в рабстве в Египте, его прямо вот так вот сжимали, пережимали, сжимали, пережимали, рабство уничтожали вообще. И после того, как еврейский народ вышел из этого плавильного котла, Бог сказал, все, теперь вы рабы для Бога Всесильного вашего, вы народ святой, то есть вы отделенный от всего, что не называется святое, и вы, значит, рабы мои, рабы вы для Бога, и вы сыновья для Бога, и вы народ священников будете служить Богу и жить только по Торе. Согласны? Народ Израиля говорит, «Наасевы нишма», сделаем, а потом будем разбираться. Вместе с народом Израиля тогда вышло из Египта очень много людей, собрание народов называлось. Они тоже сказали «Наасевы нишма», сделаем и будем слушать, и они тоже стали народом Израиля, который получил Тору. На сегодня еврей, который родился, потомок вот этих вот народа Израиля, которые получили Тору, он автоматом военно обязанный, он сразу принимает на себя, он раб для Бога, народ священников, то есть у него полностью, он военно обязанный, от момента своего рождения ему сразу на восьмой день активирует аккаунт, ему обрезание, все, и давай, служи Богу с прямо первого его слова, которое он слышит. Ребенку маленькому, ему говорят родители, вот я говорил своим всем сыновьям и дочке, я говорил «Тора тива лану муше», Тору приказал нам муше, «Мураша», она, «Мураша» — это наследство, Кайла Тиаков, общины Яакова, так как мы от Яакова, то мы, значит, обязаны с детства соблюдать Тору. Теперь тот, кто принимает Тору на себя, да, он хочет прям по максимуму служить Богу, он проходит дьюр и говорит то же самое, на ассеменешма сделаем, а потом разберемся, то есть он берет на себя полностью вот это вот служение Богу по максимуму, или можно просто знать о Боге, любить Бога, молиться Богу и как бы тоже все отлично, знать, что есть Бог, это тоже доступно для всего мира, не обязательно быть евреем. Теперь, сказал нам раби Йосиф, первое он сказал, «Пусть будет имущество твоего ближнего для тебя так же важно, как твое». И еще он сказал следующее, следующее он сказал, что значит, «Подготовь себя учить Тору», то есть учить Тору это ты соединяешься с Богом, ты должен быть готов как бы эмоционально по качествам твоим, физически, ты должен быть готов и ты должен понять, что ты свой кусок Торы, ты должен его выгрести, это не так просто, ты должен учиться, запоминать, повторять, то есть ты как бы получаешь реально через Тору связь с Богом и понимание, как устроен мир и что ты должен делать. И третье, что он сказал, очень важная вещь, третье он нам сказал, он говорит, «И коль ма асейха и юли шем шамаем, все твои дела пусть будут во имя небес». То есть есть заповеди, когда Бог сказал «это делай, это не делай», а есть дела «работа, общение, сон» и так далее. И вот здесь проверяется, насколько связан человек с Богом. Обычный человек, он вообще в эти моменты про Бога не вспоминает, но человек, который все время на контакте с Богом. Он говорит, «Вот я сейчас поем и стану сильнее для выполнения заповедей. Вот я сейчас посплю и стану сильнее для выполнения заповедей, для изучения Торы. Вот я сейчас денег заработаю и смогу больше, лучше соблюдать Тору». У меня есть один знакомый, очень хороший, он такой левит, очень мудрый еврей, такой все, и он очень большой бизнесмен, в котором он говорит, вот есть вещь, которую я четко считаю, это мой масс-эр. Я веду весь учет, у меня такой блокнотик есть, я все записываю, сколько я отдаю масс-эр, десятую часть, очень я на это, ну как бы, делаю акцент. И вот он говорит, иногда бывают моменты, когда я, вот какой-то есть проект, и он не идет, вот он не идет, и все. Я в этот момент, так как он левий, его все время вызывают к Торе, каждый, когда чтение Торы, вызывают к Торе, его очень часто вызывают к Торе, и он говорит, я, когда меня вызывают к Торе, я, значит, пока там стою, я Богу говорю, как бы тихонечко, да, я говорю, смотри, я не знаю, вот сейчас у меня какой-то бизнес-проект, не знаю, получится, не получится, вот не идет. И я не понимаю, хочешь ты этого, чтобы он был, не хочешь, давай так, если я этот проект отдаю тебе, то есть я не 10% прибыли от этого проекта, а 20% я отдам на благотворительность, на служение Богу, все. Но говорит, я хочу какой-то знак, или я должен в нем участвовать, или не должен, то есть если пойдет, пойдет, нет, я из него выхожу. И после того, как он уже с Богом договорился про эти 20%, взял Бога в партнеры, после этого он буквально в короткое время он решает, он видит, или оно пошло, и тогда он понимает, что Бог с ним в этом проекте. Или оно не идет. Он говорит, я выходил из многих проектов с потерями, так как это было на старте проекта, но говорит, потом вот каждый раз я видел, что если бы я остался, это был бы вообще ужасный расклад. И, значит, все твои дела, сказал нам Раби Йосиф, пусть будут во имя небес, то есть ты должен привязать всю свою жизнь к себе настоящему, потому что корень человека, да, это его душа. И душа, она находится в скафандре в теле, душа, она находится в интеллекте, в компьютере, но душа, она основная, потому что все остальное, это для души. Понятно, да? И в этом случае, если мы будем помнить о том, что нам сказал Раби Йосиф, первое, пусть будет имущество ближнего, для тебя так же важно, как твое, не парься, то есть все, голые пришли, голые уходим, из-за этого не надо с ближними ругаться. Второе, второе, что идти над смехалили мод Тора, то есть подготовь себя эмоционально, морально и так далее, к тому, чтобы Тора на тебя села, да, знания. И третье, пусть все твои дела, будут во имя небес. Все, вот то, что нам сказал Раби Йосиф. А Хасид, интересно, что три вещи, если мы разделим. Первое, он сказал, это Агмилут Хасадим, отношения между людьми. Вторая вещь, это Тора, как учить Тору. И третья вещь, что он сказал, пусть все твои дела будут во имя небес, это служение. Как сказал Шимон Ацадик, на трех вещах стоит мир. Аля Тора на Торе, аля Абуда на служении, в Агмилут Хасадим на добрых делах. То есть, Раби Йосиф просто, он объяснил эти три вещи на хороших, понятных примерах. Все, дорогие друзья, сделайте, пожалуйста, выводы, которые у вас есть. Да, если у вас есть выводы ваши. Значит, Наташа Блау, молодец, и слава Богу, и Бог вам даст очень много добра и счастья. И самое главное, что вы сейчас даже можете это добро и счастье почувствовать. То есть, когда вы каждый шаббат, вы находитесь вот в этом шаббате, вы должны быть счастливы, что вот вы, шаббат соблюдаете, это называется Бумисерут Нефеш, с самоотдачей. И ваш шаббат, это там вообще, это вообще святой шаббат. Все небо радуется вашему шаббату, и вы тоже должны радоваться вашему шаббату. Все, удачи, успехов, всем прекрасного дня, великолепного дня, и чтобы все дела наши были во имя небес. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,